А это сухоцвет однолетний. Бессмертник. Да, бессмертник. Кто-то слышал название бессмертника и наверное скажет как так он же желтый. Ну да желтый. Желтый бессмертник это цмин песчаный. А этот бессмертник называется сухоцвет однолетний. Потому что один год живет потом умирает. Время молодым. Почему сухоцвет? Вот почему. Цветочек только отцвел. Зрелый цветок. Все. Сухой и будет так стоять. Да и сам по себе он такой не сочный. Такой запах. Есть у него запах, но не особо. Такой не активно он пахнет. Хотя он хорошо лечит. Знаете этот цмин он не зря бессмертником называется. Потому что он живучий. Он растет вот на таком грунте рядом с ловозом коровьим. Вот глина. Просто глина. Это даже землю это не назовешь. Это так. Глиняный грунт. Но тем не менее как и гринделия вот рядом присоседилась. Они нормально себя чувствуют на таких грунтах. Наверное бессмертник потому что он везде выживает это раз. А во вторых бессмертники лечат как цмин так и сухоцвет. Они лечат жизненно важные органы. Это печень в первую очередь. Я вообще печень называю. Ну если не первым, то вторым важным органом. Печень. Раз. Желчь. Два. Проблемы желчи. Отток желчи. Камни в желчном пузыре. Вот. Всему этому помогают такие растения. Бессмертники. И желудок. И поджелудочное. Все тоже. Они горькие. Бессмертник и этот, который сухоцвет. И второй, который песчаный цмин. Они горькие. И что нужно желудку и особенно поджелудочной железе, это горечи. Горечи они любят. И не надо бояться того, что травы горькие бывают. И сборы травяные бывают горькие, если вы у кого-то приобретаете. Если вам кто-то советует какую-то траву. Люди очень панически бывают на это настроены. Ну женщины еще ладно. Она если кричит, ой, оно горькое, я не могу его пить. Такое бывает. Бывают мужчины, поверьте, которые меня несколько раз смешили тем, что... Говорит, ой, оно горькое, ой. Ну ты же мужик. Ты же не конфетами должен лечиться. Хотя и женщинам конфетами лечиться не нужно. Я вообще конфеты не советую. Я их не ем, в принципе. Это такое. Значит... Об органах я перечислил. Желудок. Поджелудочная железа. Он же золотник. Двенадцатиперстная кишка. Печень. Почки. Селезенка. Желчь. Все к бессмертнику. Это не все, что он лечит. Я просто назвал более важные жизненные органы, которые можно лечить. Такой травы. Вот. Сухоцвет однолетний. Он же бессмертник.